Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня в НРД по-итальянски, по-русски пятница, и сегодня мы будем говорить опять о Венере. Но так как в предыдущем занятии я достаточно подробно рассказала о тех энергиях, которые Венера нам доброжелательно предоставила, потому что когда люди достигли такого этапа развития, что им необходимо было дать разум, и вместе с разумом, потом, сразу же, после того, как, чтобы мы могли опираться на закон свободы выбора, воли, более трехсот законов существует в космическом праве, и законы мироздания мы изучаем на наших занятиях. Энергии. Все-все-все. Сегодня мы говорим о Венере. Я даже не стала менять название нашего занятия. Как оно было? Венера, любовь и красота. Плодородие и денежный поток. Как открывать потоки. Как наилучшим образом распоряжаться финансами. А самое главное, самым бесценным нашим ресурсом – это время. Сегодня мы будем говорить, как всегда, обо всем. Итак, я подготовила сегодня для вас… А, ну, как всегда хочу сказать, я постараюсь, чтобы наше занятие длилось 25 минут. В крайний раз в Меркулиди, в среду, когда мы говорили о Меркурии, я тоже сказала, что занятие будет длиться 25 минут, но учитывая то, что в прошлую среду Меркурий я пропустила, из-за того, что под, скажем, звуками громкой, тяжелой музыки немножко поколебался мой высоковибрационный, так сказать, мир. Но это также все прекрасно, потому что как раз учимся получать навык, как это – находиться в гармонии и балансе, несмотря ни на что. И сегодня мы также будем об этом говорить, потому что чему учит нас жизнь именно гармонии и баланса во всем. Итак, я хотела бы с вами поговорить, так как венерианцы нам дали знания, нам дали огонь, нам дали знания о любви, соответственно, наши тела материальные стали усовершенствоваться для того, чтобы все наши смертные тетрады – одно физическое тело плюс три тонких, чтобы все они гармонично развивались. И, соответственно, созидательные энергии, энергии познавания, творческих процессов нам тоже были, соответственно, даны. Украшать свой дом. Вот я много лет была дизайнером интерьеров, бывших дизайнеров не бывает. Соответственно, я чувствовала, когда ткани выбирала, например, я чувствовала, если мне на душе хорошо и приятно, значит, это гармоничная ситуация. Я работала в различных стилях, любила эклектику. Это гармоничное сочетание различных стилей. Но когда я, например, даже несколько тканей прикладывала, у меня так начиналась как-то дисгармония. Я думала, нет, давайте вот эту еще ткань, или там обои, да, или там подушечку на диван. Так вот, геометрия – это, соответственно, как расставить мебель. А цветовая гамма, текстура ткани, чтобы она была мягкая, приятная, принты – все это тоже мы выбираем по Венере, нравится нам это или не нравится. Вы знаете, я живу в Сочи, хожу на море, видно, я коричневая. И я наблюдаю, смотрю, и как люди относятся друг к другу, как дети разговаривают, подростки с родителями, как родители с подростками. Разговариваю со взрослыми, пожилыми людьми. Вижу, что есть прекрасные и доброжелательные. У нас на пляже есть два пожилых мужчина, одному где-то 84 года, другой помоложе. Они с камнями морскими, нашими прекрасными, делают гимнастику, плавают, следят за своим телом. А как я познакомилась с Евгением, которому 84 года. Весной я шла на море, шел мужчина под жарой такой, достаточно загорелый, тоже у него такая короткая стрижка. Я когда подстриглась в ноль, когда у меня было 14 июля стадия обнуления, я потом подошла, сказала, а в море мы плавали. Я говорю, Евгений, я теперь как вы тоже, у меня короткая стрижка. Вот, он шел, пел песни. Я подошла и спросила, я же писатель, я со всеми разговариваю. Ой, здравствуйте, скажите, пожалуйста, а что вы поете? И он сказал, что он служил в Белоруссии два года. Естественно, он родился в Советском Союзе. И два года служил в армии. И он пел строевую песню. Строевую песню о Родине, о Солнце. Потому что раньше музыка была очень патриотичная, добрая. Вот нашему поколению повезло. Мы выросли на прекрасных песнях, фильмах времен 20 века. Но мы говорим о том, что человечество, земляне, все мы переходим в следующем году уже прям конкретно под знак, под созвездие, под энергией Водолея. Водолей – это у нас стихия воздуха для землян, символизм у нас рулит во всем, да, через буквы, слова, символы, значения, знаки. Мы познаем этот мир, обогащаем его. Так вот, соответственно, нам дали уже те технологии, благодаря гаджетам мы можем безмерно, безгранично познавать этот мир. Но также венерянцы нам дали знания, закон свободы и выбора в том числе, и мы выбираем, куда инвестировать наше время, что выбирать, что нам нравится, а что не нравится. И я обратила внимание уже давно, что все больше и больше людей делают себе татуировки. Они бывают маленькие, бывают очень значительные и большие. Еще когда мой старший сын, так сказать, прототип главного героя, даже не то, что он является главным героем, и я прям пишу о нем. Конечно, нет. Главный герой – это герой современности, герой нашего времени, это собирательный образ. Но вдохновил меня на написание данной книги и на определенные шаги, на пути вечного странника. Андрея, нашего главного героя, вдохновил старший сын. Тогда ему, наверное, было еще лет 10-12, только появилась мода на татуировки. Потому что в 20 веке татуировки тоже делали, но это была, скажем, тюремная графика, так это назовем, так. Так, бандиты, воры, убийцы, они наносили себе определенные знаки, значения. И в тюрьме они там грозно сидели, восседали на своих нарах. И, соответственно, люди приходили, новички, и они видели, да, что за фрукт здесь сидит. Так же, вот я почему одно время очень к Сочи так не алло относилась, как раз в 80-х годах, уже когда время близилось к распаду Советского Союза, потому что было очень много музыки, блатного, жаргонного, скажем, творчества в кавычке, да? Когда возьмем это, опять же, все двояко. Есть музыка, которую писали барды с гитарой, например, тот же Высоцкий. Я не фанатею от его, скажем, творчества, но есть песни, которые мне нравятся. Опять же, я понимаю, что человек употреблял жесткие наркотики, и даже голос у него был низковибрационный. Но иногда людям, чтобы преодолевать препятствия, иногда, опять же, те энергии, которые были в то время, для того, чтобы быть стронг, для того, чтобы вот этот весь металл и все в себе нести, каждый выбирает свой путь сам и выбирает, что ему употреблять, что ему не употреблять. Вот раньше было очень много, так сказать, блататы. Вот, на сегодняшний день у нас есть популярная музыка, которая стала развиваться на Западе. Это и Битлз, и Квинн, но вместе с этой музыкой, опять же, что пришло? С одной стороны, дети цветы, да, а с другой стороны, эти цветы курили траву, и разум человека был вот таким образом, скажем, их собрали все в одно место, да, дали им, скажем, на психику, психотронное, да, средство, и все. У людей, которые выбирали эту музыку, медленная-медленная, совсем незаметная деградация начинала происходить. С возрастом, опять же, почему это иногда даже необходимо? Потому что 14 лет мы говорили, что у человека просыпается тело желания, оно созревает, и иногда вот этот бунт, вот эти меркурианские, люцифицирианские, я вот уже на этом эфире выговариваю это слово, сатанинские низковибрационные энергии, они иногда этот бунт разжигают, иногда вот поколение людей цветов гасит, хип и вот это все. На сегодняшний день я посмотрела статистику, немного, около 14% людей, скажем, 50+, имеют татуировку. Какие-то локальные зоны, где-то, может быть, прикрывают там какой-то шрамик или еще что-то. Но до 34 лет практически 30% населения имеет татуировку. И вот когда мы разговаривали с сыном, он говорил, «Мам, я хочу вот тату, я хочу то, хочу это». И я посоветовала ему, почему-то у меня сегодня медленно-медленно, как будто подвисает интернет. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Зум справится с этой видеозаписью. Вот. Вы знаете, что я сделаю? Я сейчас, наверное... Выключу или не выключать? Ладно, не буду выключать. Будем надеяться на зум. А, все, я поняла. Я не поставила защиту. Мы говорим о низковибрационных вещах. И так как в эфире на планете Земля царствуют на сегодняшний день низковибрационные сущности, они замедляют сегодняшний наш эфир. Я не поставила защиту. Делаем так. Я сейчас заканчиваю эту часть. Все сделаю и вернусь к вам. Дубль 2 почистила, как я вам рассказывала. Создала сферу, рабочую зону. Наполнила ее фиолетовым пламенем. Этот луч трансмутирует негативные энергии, которые присутствуют на волнах эфира в моем энергоинформационном поле, в энергоинформационном поле помещения, в котором я работаю. А наилучшим образом все произошло. Также я попросила своего ангела, ангелов моей группы, поставить защиту на Wi-Fi волны эфирные для того, чтобы наилучшим образом мы могли продолжить. Я думаю, что все, что не происходит, все происходит во благо. Теперь у вас есть тоже прекрасный наглядный опыт. И вы видите, что когда происходит работа на духовном плане, когда мы говорим о духовности, когда мы изобличаем наших старших братьев с горы Олимп в виде их предводителя Зевса, он же Люцифер, он же Сатана, то необходимо обязательно ставить защиту. Я это знаю, но вот иногда забываю. Но опять же, все, что не делается, все к лучшему. Теперь вы знаете, как это. Так вот, возвращаемся к татуировкам. Около 30% людей в районе 30 лет имеют татуировки в той или иной степени. И когда мой старший сын говорил о том, что ой, я хотел бы татуировку, я ему объясняла. Тогда я еще не была ни на каком пути духовного развития. Я была старостой в храме Дмитрия Солунского. Собирала деньги на кровлю, за свой счет, как меценат, сделала малый иконостас, заказала и подарила храму. Но я тогда уже понимала, мое внутреннее, я спросила, нам дано тело? Каждый нас кармически, в том числе, по ДНК-коду отца, потому что отец нам дает логос, информацию через маленький сперматозоид, залетает нанотехнологии. Мы все мучимся у природы, должны все мучиться у природы. И, соответственно, лона матери. Вот у меня верхняя часть лица похожа на маму. Даже форма головы. Я вот когда обнулилась, и мы с ней рядом фотографировались, у нее тоже седые и очень короткие волосы. Мы прям две башкулинки одинаковые. А нижняя часть у меня похожа на папу. И вот когда, опять же говорю, на лысо подстриглась, мама говорит, что меня... Ну, в детстве раньше всех стригли в ноль, но у меня были очень красивые белые такие локоны. И мама говорит, я до последнего тебя не стригла, когда уже постригла в два года. И все говорили, о, Ванюша, Иван, Иван подбежал, потому что была очень похожа на папу. И когда вот сейчас я к ней пришла 14 июля, она говорит, слушай, ну ты прям как Иван Андреевич. Я говорю, да, я на папу похожа тоже. Так вот. Соответственно, наше тело, проект дает отец, матушка природа, в луно матери, да, строится организм, но коды, проект приносят эфирные наши космические строители и начинают строить наше тело. Соответственно, кожа – это самый большой орган человека. И если в него вносится инородное тело, вот ранее было очень модно колоть ботекс в лоб. И многие мои подруги, особенно взрослые, я всегда любила со взрослыми, они помудрее, поумнее общаться, очень многие это делали. Я спросила у своей подруги, врача-эндокринолога, я говорю, какой состав, потому что я педантная дева, мне все надо знать, хочу все знать. И она сказала, что там определенные яды, они растительные, они не вредные, но слово яд, он и в Африке яд. Вот почему многие думают, что у меня там, может быть, была онкология или что-то, и я, когда первые дни шла лысые люди, некоторые с таким сожалению провожали меня. О, я забыла включить. Побольше поговорю, ура! Вот. Потому что, чтобы убить онкологию, чтобы убить рак, что людям делают? Химию. Химию – это что? Это яд. Да? Но убивая рак, они также убивают многие полезные вещи, там, клетки и все остальное. То есть, после онкологии и во время химиотерапии людей рвет, у них выпадают волосы. это такое, скажем, медленное самоубийство человека. Но мы с вами говорили уже о самоубийствах и говорили о том, что онкология – это в том числе, когда человек своими мыслями, словами, поступками отравляет, убивает свои клетки и клетки как бы сходят с ума. Они начинают делиться. То есть, и начинается сбой программы. Начинают делиться те клетки, которые не должны были делиться. И вот, например, Дмитрий Хворостовский тоже. Была мода одно время стволовые клетки колоть. Да? У стволовых клеток совершенно другая природное предназначение. Существует закон целесообразности. Соответственно, какой толчок они дают? Они дают толчок делением клеток. Жарко, ужасно. I'm sorry. очень сильно жарко. Но опять, потому что я днем пишу. Надо с утра писать, но с утра другими делами занималась. Я готовилась к эфиру, смотрела здесь статистику. Так вот, смотрите, что получается. Получается, глядя на пляжи, на людей, а я говорила о том, что я понимала, что это отрава, которую люди бьют. Я скажу честно, что я успела сделать по глупости. Я делала временный татуаж бровей и временный татуаж вот этот губ. Они мне вот такие были, отекали. С другой стороны, регенерация органов. Но телу все это не нужно. Вот. И вот сейчас я бровки рисую тенями и прекрасно выгляжу, на мой взгляд. Вот. Делаю фейс-фитнес, веду правильный образ жизни, плюс немножко масок от зума. Благодарю. Выгляжу прекрасно. Моей Венере все нравится. Я очень сильно довольна. Что получается? Получается, что не буду читать вам морали, я говорю о статистике. 30% имеют эти татуировки, загоняют в себя вот эти красители, которые якобы натуральны. Но на что я обратила внимание, когда на пляже рассматриваю людей, у них разные татуировки. И когда мы говорим о карме, мы не можем говорить о реинкарнации. Закон причины и следствия. Закон причины и следствия. Значит, я понимаю, что у каждого следствия есть причина. почему одни выбирают китайские иероглифы, японские иероглифы, другие выбирают тибетские. Так, а это потому, что человеку по Венере нравится неосознанно, потому что эти знания лежат в нашем подсознании, палец не видно, наверху, а наше сознание живет в мозгу. Так, и в мозгу у нас флешка памяти только на данное воплощение. И кто открывает, работает над осознанностью, кто подключается к своему высшему я, тот может считывать это осознанно. Я задаю себе вопрос по поводу прошлых воплощений, своих, там, учеников, друзей, клиентов. А получается, что люди татуировки неосознанно тоже выбирают по этому критерию. Дорогие друзья, к сожалению, вот так на полусловие должна с вами проститься. Сегодня, 23 августа, в 12 часов 30 минут солнце уже находится в знаке Дева, аж целый ноль градусов, но уже 45 минут. И поэтому, будучи солнечной Девой, педантом, оптимизатором, человеком, отвечающим за свои слова, пунктуальным, обязательным и получающим навык вести занятия ровно 25 минут, я должна выключить своих стрельцов, поблагодарить свою Деву за те навыки, за те энергии, которыми она очень щедро снабжает меня все эти годы. Приветствую прекрасное созвездие Девы, благодарю за все, за жизнь, за энергию, за знания, за мудрость, за то, что меня выбрали и дали мне псевдоним Фьора де лавита. О татуировках, о том, что влияет на наше тело физическое, мы будем говорить в следующую пятницу в Энерди, когда мы будем говорить о Венере. Благодарю за внимание. До новых встреч в эфире. Пока!